привет это про герблок я дима и я наконец-то отснял обзор на фендер джаз бас это очень интересный фендер потому что это стандартный джаз бас но с определенными апгрейдами он мне достался абсолютно случайно вот я давно хотел заиметь себе джаз бас в принципе попробовать что это такое американский джаз бас потому что последний раз я играл на классическом джаз басе в стоке где-то году 2010 вот с тех пор я практически всегда играл или на модерновых инструментах или на присужинах мне присужина очень вкатывают вот и тут я решил наконец-то опробовать жабу в очередной раз вот и заиметь себе вот я щас вам все поближе покажу это джаз бас стандарт американец гриф 1997 года адека 1998 это довольно частая практика для фендера когда они собирают бас или гитару в течение там пары или трех лет поэтому когда вы гуглите серийный номер в проверяете серийный номер в принципе можете увидеть что написан какой-то диапазон лет вот пойдем дальше еще до меня предыдущими владельцами с басом были сделаны следующие апгрейды установлен бридж бдс бас 3 это такой массивный бридж литой здоровый с отличными седлами с насечками сейчас покажу поближе для того чтобы можно было выставить струны на разные расстояния друг от друга конечно же здесь есть возможность пропускать струны сквозь бридж но я пропускаю всегда на таких инструментах струны сквозь деку тем более нет позволяют так поехали дальше здесь стоит сет димарция ультра джаз это такие пассивные сплиты то есть по сути можно получить что-то типа звука пресижена потому что здесь есть еще одна катушка внутри и можно сделать разную распайку и здесь и здесь кстати есть катушка внутри вот поэтому при желании можно сделать разные варианты звучания по-разному распаять но у меня сейчас все по классике еще один интересный апгрейд это установка тембра блока от серии american vintage fender тоже американская серия но повыше классом чем стандарт здесь две громкости и два тона то есть на каждой датчике есть свои громкости свой тон рулится соответственно чуть погибче чем обычный темброблок от джаз баса но тем не менее довольно стандартный дека по классике ольховый из трех кусков гриф кленовый с палисандровой накладкой как я уже говорил накладка отполирована поставлены новые лады ощущается абсолютно как новый бас с магазина что очень приятно потому что сама деревяшка уже довольно неплохо высохла а звуки описал с диа вот такой вот головы не месяц на 320 очень классная башка я использую на записи уже двух и пи у нее очень интересный окрас классный характер мне очень нравится а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и пока, ждите следующий обзор ДимаTorzok 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 ДимаTorzok